25 июля хоккейный клуб «Сарай Арка» отметил свой день рождения. В 2006 году Акиматом Карагандинской области и областным департаментом физкультуры и спорта официально было принято решение об организации хоккейного клуба. Как все начиналось и какой стала наша ледовая дружина сегодня, расскажет Тамерист Леугабылова. «Сарай Арка» возвращается на лед. За 17 лет своего существования карагандинская ледовая дружина стала, пожалуй, самым титулованным клубом Казахстана и командой за игрой, которой следит не только Караганда, но и все СНГ. На счету «Сарай Арки» победы в Кубках Казахстана, Кубок Братины, Кубок Петрова, а также победы и значимые достижения на других соревнованиях. Хоккейный клуб побил и установил немало рекордов, достигнув значимых достижений на международной арене. Я думаю, что в первую очередь нужно отдать должное руководству города, руководства управления спорта, что в свое время сделали большой шаг. Профинансировали клуб, дали возможность выступать во высшей хоккейной лиге России. В 2012 году команда дебютировала, уже и сыграла в финале. В 2013-14 сезоне уже Кубок Братины подняла. Это был колоссальный прорыв. И именно с этого начались такие вот чемпионские амбиции у клуба. Скажем так, сотворили историю. В этом же сезоне ребята повторили, ну не повторили, а скажем так, выиграли 22 игры подряд и до сих пор этот рекорд никто не побил. На пресс-конференции главный тренер хоккейного клуба «Сарай Арка» Владимир Князев представил стратегию и планы на предстоящий сезон, а также рассказал, как достичь поставленных целей. Как говорит главный тренер, за эти 17 лет хоккейный клуб «Сарай Арка» проделал нелегкий путь, но яркий и запоминающийся. Каждый сезон был по-своему уникален и с каждым годом будет только лучше. Вы спросили, чем отличается сегодняшний «Сарай Арка» от прошедших сезонов команды. Ну то, что команда у нас сейчас практически собрана с нуля, кого смогли, оставили. Но опять-таки, я уже говорил в других интервью, что «Сарай Арка» – это флагман чемпионата Республики Казахстан, поэтому мы должны, как говорится, притерживаться этой позиции и также двигаться вверх, добиваться побед и стараться идти за кубком. «Парящий орел» на желтом фоне узнаваем не только в Казахстане, но и в зарубежье. Нас поддерживают как и молодое, так и взрослое поколение. Во всех играх и в домашних, и в гостевых болельщики не оставляют команду без внимания, не пропускают ни один матч. «Хочется всех болельщиков поздравить с праздником, 17-летием «Сарай Арки». Как говорится, пожелать клубу всего самого лучшего, расти вверх, добиваться высот, как говорится, идти к высоким победам». «Честно?» «Да». «За Сарай Арка». «Ну, Сарай Арка и Хокачи Миртау». «17?» «17». «Да, наверное, 17». «17 лет». «Я не помню». «Не помню». «Вы меня застали в Ростов, часто, слово «15» мультиплейсом, ошиблись». «Новых побед, чтобы пацаны вот эти молодые ходили, смотрели, учились. Проставляли наш город, в нашем городе очень серьезные хоккейные традиции, поэтому будет обидно, если мы будем в хвосте где-то. Победы, победы». «Успехов побед, не сдаваться, и знать, что мы верим в них, смотрим, любим и ждем побед, конечно». «Ну, также быть таким еще упорным соперником для всех и выиграть кубок». «В прошлом сезоне я с мамой на каждый матч ходила. Когда борьба за кубок, я на каждый матч ходила вместе с мамой». «Что ты можешь пожелать нашим хоккейным клубам?» «Чтобы набирались сильных ребят, чтобы не сдавались, чтобы у них все было хорошо». «А сам хочешь в клуб попасть?» «Конечно». «Чтобы всегда побеждали, чтобы шли дальше и не сдавались. К успеху, потому что в этом году они проиграли, чтобы они побольше сил набирались и всегда побеждали». Тамерист Леуга, Былова, Мир, Жан Жмамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.